Состояние милиционера, который стал жертвой нападения таксистов позапрошлой ночью, по словам врачей, относительно удовлетворительно. Ушибы и гематомы, если со временем рассосутся, то черепно-мозговая травма, медики говорят, может иметь последствия. В данное время у него в неврелоском статусе так, а чуговой такой, менингейной симптоматики нет. Общая мозговая симптоматика держится. Сегодня планируем уже, он пошел на томограмму головного мозга. Ну и синяки есть, туловище, ушибы есть, печень в области печени, локальные боли. Напомним, стычка между милиционерами и таксистами случилась накануне ночью в столичном жилмассиве Кокджар. По версии ГУВД, трое сотрудников проводили в этом районе рейд. Заметив подозрительный автомобиль без номеров, попросили сидящих в нем водителя и его пассажира выйти из машины. Завязалась сначала словесная перепалка, водитель такси с помощью тревожной кнопки вызвал своих коллег-таксистов. И через несколько минут на месте, по версии милиционеров, уже были около двухсот водителей. Агрессивная толпа, окружив сотрудников милиции, устроила практически самосуд. Милиционеру не помогли даже предупредительные выстрелы, которые он произвел из своего табельного оружия. Впрочем, на видео, снятом очевидцами, также заметно, что не все, кто там присутствовал, вели себя агрессивно. Слышно, как некий мужчина призывал остальных обратить внимание, что схваченный ими человек вообще-то в милицейской форме, а насилие в отношении него – это уже преступление. Но толпа не внимала его призывам. По факту случившегося, напомним, возбуждено уголовное дело. Задержаны зачинщики драки, тот самый водитель и его пассажир, которые, кстати, по версии таксистов, стали жертвами милицейского произвола. Директор фирмы, в которой работал задержанный водитель, уверяет, что милиционеры, которые проверяли в ту ночь, во-первых, были в гражданском, а во-вторых, таксист не курил никакую марихуану, как утверждают в милиции. По инициативе водителя, в ту же ночь, я подчеркну, по инициативе водителя было сделано медицинское освидетельствование. И на этом медицинском освидетельствовании показалось, что водитель не курил, а у него в крови токсичные вещества. То есть это может быть необязательно марихуана. То есть факт обнаружения, именно момент курения, либо же в машине не было, по медицинскому заключению, это было токсичные вещества в крови. То есть это может, по словам водителя, он говорит, что до два дня красил дом. И количество прибывших на помощь таксистов, как уверяет их директор, на самом деле было не 200 человек, а 57. Так это или нет, следствие, конечно, разберется, но факт нападения на человека в форме однозначно налицо. Кто конкретно напал и кто спровоцировал, предстоит еще выяснить. И, судя по всему, статья ему будет инкриминирована очень серьезно. Маса Чигитов, Александр Симонов, НТС.